Привет-привет, друзья мои, добро пожаловать в бесконечное лето. Булки, кефир и рок-н-ролл вернулись, и мы вместе с Семеном должны же узнать, что решила Мику. Что она решила, вообще она хочет с нами каких-то отношений или нет, и вообще, что тут вообще творится. У нас тут одни признаются в любви другим, третьи бегают за четвертыми. В общем, у нас тут полнейшая неразбериха. Если вы тоже, как и я, хотите во всем разобраться, обязательно поддержите ролик лайком. Ну что, погнали? Вокруг царила самая, что ни на есть обычная летняя ночь. Убывающая луна красила все в голубоватый цвет. Целый симфонический оркестр сверчков наяривал свою незамысловатую мелодию. Ухали какие-то птицы, возможно, совы. В небе то и дело мелькали летучие мыши, пожирая неосторожных комаров, а комары осторожные, в свою очередь, пожирали припозднившихся пионеров. Раз уж я был тут один, то и ели они в основном меня. По мере того, как я приближался к озеру, в симфонию вплеталось лягушачье кваканье. Воздух не наполнил запах сирени, хвои и особенный тенистый запах, который бывает только по вечерам у водоемов. Как хорошо. Странно, почему меня совсем не волнуют вопросы вроде, как я сюда попал, что будет дальше, как вернуться назад. Неужели я так быстро привык к этому непонятному месту? Смутно беспокоила мысль о том, что где-то там моя квартира. Кактусы на окне засохнут ведь. Но и беспокойство было каким-то вялым. Глупо врать самому себе. Не хотелось мне назад. Во всяком случае, не сейчас. В смысле плавать не хотелось? Я лег на воду и раскинул руки и ноги звездой. Лежало любое с небом. Хорошо, красиво. Звезды сверху, звезды снизу. Пловно в космосе плывешь. И ничто тебя не заботит. Вода слегка остудила и взбодрила меня. Наплававшись, я выбрался на песок, растянулся на полотенце. Возвращаться не хотелось. Глаза сами собой закрылись, и я слегка задремал. У-у-у, как интересно. Вдруг рядом зашуршал камыш, и я лениво приоткрыл глаз. Кот? Или может пионерка какая-нибудь пришла, чтобы скупаться голышом? От этой мысли приятно потяжелело внизу живота. Но я представила себе мягкий укор во взгляде Мику, и тут же перестал думать о глупостях. Я решила обозначить свое присутствие, а то еще выйдет из-за камышей голая девица, увидит и уиск подымет, и не отмыться до конца смены от почетного звания маньяка первой степени. «Эй, кому это не спится в ночь глухую?» Ответа я особо и не ожидал. Но мне ответили. «Мне». Тихий шелестящий голос шел из камышей. «Кажется, женский». «Тоже искупаться пришла?» «Нет, не совсем». «Тогда зачем?» «Поздновато гулять?» «Не скучно. Услышала, что здесь кто-то есть, и решил подойти поговорить». «Понимаю». «Вряд ли». «Как скажешь». «Не очень-то содержательная беседа выходит». «Я отпил воды из прихваченной бутылки». «Горьковатая она тут все-таки?» «Или бутылка из-под пива попалась?» «Ладно, другой все равно нет». «Но не из озера же пить». «Ну, если хочешь поговорить, я не против». «Из камышей выйдешь?» «Не сейчас». «Ладно, ты из лагеря?» «Можно и так сказать». «А зовут тебя как?» «Неважно». «Одни тайны». «Ну хорошо, меня Семен зовут. Можно Сеня». «Сеня, а ты, значит, из лагеря?» «А тут история совсем непростая. Сам толком не уверен». «Я тебя понимаю. Я тоже». «Неужели она...» «Что, села в автобус и очнулась в другом месте времени?» «Если что, скажу, что пошутил». «Но девочка спокойно ответила». «Нет. В автобус я точно не садилась. Просто не знаю, почему попалась сюда». «Не понимаю, прости». «А ты не должен. Давай лучше о другом поговорим». «Ладно, ребят, тут какие-то у нас страсти. Мы сидели, не видя друг друга, разделённые узким языком камыша. Поговорили о луне, погоде, о красоте озера, о том, что днём здесь шумно, а ночью замечательно. О том, как красиво поют ночные птицы. Потом я понял, что рассказываю своей невидимой собеседнице о том, что... Как попал сюда, как жил там до того, как сел автобус. Потом разговор коснулся моего обучения. Ребята, я всё разболтал. Ну, в смысле, Семён. Я начал зевать, потянула в сон. Вот. И теперь я должен за оставшиеся дни научиться играть так, чтобы сыграть до концерта. Сыграть на концерте без ошибок. А почему не отказался? Ну, во-первых, мне очень нравится кое-кто из группы. А во-вторых, ну, даже не знаю, не хочется их подводить. Смешно звучит, да? Нет, наоборот. Очень правильно. Да, только шансов нет почти. Тут люди годами учатся играть, а я... Я сделал паузу, стараясь подобрать достаточно мягкое название для своих музыкальных талантов. Невидимая собеседница закончила за меня. А ты взялся за дело, которое не можешь выполнить. Такое тоже бывает. Ладно, не будем об этом. Думаю, я смогу тебе помочь. Как же? Сыграешь за меня? Нет. Ты только не кричи, пожалуйста. Я сейчас подойду. Не кричи. Эти слова никак не успокаивали. Скорее наоборот. В камышах мелькнуло что-то белое, из них выбралась моя собеседница. Она оказалась невеликоростом, темные волосы торчали во все стороны в живописном беспорядке. Лицо бледное, но приятное. Особенно меня поразили ее глаза. Они отливали янтарем и заметно светились. Точно не пионерка, одета в темное платье. Было бы я силуэт что-то неправильное, но мне никак не удавалось понять, что именно не так. Я попытался вскочить, но ноги стали словно ватными. Голова кружилась. Ничего не болела, только непреодолимая слабость. Стало страшно. Неужели все вот так и закончится? Да игрался в пионера. Я сглотнул и непослушным языком промямлил. Что делать-то будешь? Не бойся. Я не сделаю тебе ничего плохого. Ну, может и правда не сделает. Это только в сказках волк рассказывает красные шапочки. Как будет ее есть? Хотела бы убить? Уже начала бы. Извини. Сама, наверное, знаешь, рассказывают всякое. Ну, про привидения в лагере? Знаю. Какая немногословная девушка. Она легко преодолела мое слабое сопротивление, опрокинула на спину и прижала к песку. Села верхом. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Ничего странного и отреагировала, как положено. Желтые глаза из подсемных волос осмотрели мое лицо. Еще одна вялая попытка освободиться. Конечно, безуспешная. Пусти. Не дергайся. Легко сказать. Меня прижали к песку призрак вожатый, между прочим. А прижал. Призрак вожатый? Это уже интересно. Она рассмеялась и бесцеремонно помяла. Меня пониже пояса и насмешливо поинтересовалась, не от страха ли это. Нет, а от боевой ярости. Ты это, насиловать будешь? Почему у меня ощущение дежавю? Непонятная девушка рассмеялась и покачала головой. Размечтался. Чего я там не видела? Учить тебя буду. И убавь немного свою боевую ярость, а то сидеть неудобно. Учить? Чему? Играть, конечно. А ты умеешь? Ну, играть. Я? Нет. Зато учить умею. Сейчас сам увидишь. Ее горящие глаза были все ближе и ближе, а потом... Потом я, кажется, потерял сознание. Ребятки, что это было? Вокруг было темно и тепло, а тихий и очень знакомый голос монотонно убеждал меня, что все мои страхи напрасны и я справлюсь со всем, что у меня врожденный талант к музыке и что бояться неудачи не нужно. Он повторял это столько раз, что я начал ему верить. Я готов был поверить во все, что угодно, лишь бы он заткнулся. Я орал в темноту, что все смогу и со всем справлюсь. Голос соглашался и продолжал монотонно бубнить, доводя до иступления. Плохо дела? Меня разбудил холод. Я все еще лежал на сыром полотенце. Часы на телефоне показывали начало первого. Чертовщина какая! Никакого призрака рядом не оказалось. Камыш не был поломан, а на песке не нашлось никаких следов. Точнее, следов-то как раз хватало. Но именно этих ведущих камышей не было. Чушь какая-то. Сон однозначно. Просто сон. Подсознательные страхи наружу лезут. Бутылка с водой лежала на боку. Вся вода вытекла. Наверное, во сне я прокинул. Помотав головой, я отправился обратно. Ребят, как вы думаете, это что вообще было? Я, честно говоря, даже не представляю. Когда я проходил под невысокой кривой сосной, сверху раздалась негромкая «Ух!». В принципе, если бы там обнаружилась упитанная русалка с черным котом на золотой цепи, я бы и не сильно удивился. Однако это оказалось всего лишь сова. Маленькая сова. Совенок, можно сказать. Птица таращилась на меня круглыми глазами и по-змеиному двигала головой, ни на секунду не сводя с меня взгляда. Символично, кстати. Совенок в совенке. Надеюсь, девочки уже искупались. Я моргнула, когда открыл глаза, на ветке никого не было. Чудеса в решите. Зайчики в трамвайчике, жабы на метле. Мне кажется, Чуковский сидел на наркоте. Продекламировал этот стишок, и я зашагал к домику. Мне почему-то по цвету текста показалось, что это может быть Ольга, но это не Ольга. Верь была приоткрыта. Наверное, сквозняком открыла. Я, не тороплива разделся, хмыкнул, припоминая сон. Все было так реалистично. Особенно мягкая ладошка пониже пояса. Жаль, что это всего лишь сон. Хотя, может и к лучшему. Как-то неловко, если в первый раз тебя ласкает мертвая вожатая. Не по-нашему это. Жара сошла, оставив приятную прохладу. Так что сон пришел и быстро, и легко. Ребят, ну-ка, мы уже с Мику поговорим. А прикиньте, это была Мику. Дождик у нас все-таки пошел. Это какой у нас уже день? День одиннадцатый. Отлично. Хорошо. Сегодня будильник решил соригинальничать. А? Че это было? Я открыл один глаз, чтобы посмотреть на причину такого необычного поведения нашего хронометра. Причина лежала в соседней кровати, сонно бормоча что-то про дурацкую звонилку. Еще пара минут, и раздраженная взирушная вожатая села на кровать и огляделась. Кажется, я впервые видела ее в таком настроении. Хотя нет. Что-то отдаленно похоже уже было. Тогда она переодевалась, а я вломился в самый пикантный момент. Доброе утро. Сомневаюсь. Чем докажешь? Я настолько не ожидал подобного ответа, что потряс головой и присмотрелся повнимательнее. Может, это Женя пробралась в наш домик и улеглась в соседнюю кровать? Не, длинные каштановые волосы и внушительные формы никак не могли принадлежать нашему библиотекарю. Что-то случилось? Все в порядке. Просто кошмары всю ночь снились. И голова разболелась еще. Дождь, наверное, будет. Она вздохнула, снова легла и натянула одеяло на голову. Да чего же вставать не хочется, а придется. Я, не вылезая из кровати, надела под одеялом шорты, потом встала и сделал то немногое, что мог. Скипятил чайник и сделал нам кофе. Выпив кофе, Ольга взбодрилась и заметно подобрела. Итак, какие планы на сегодня? Репетиция. Снова и снова. А потом еще. Только не делай такое грустное лицо. Тебе же нравится в мускружке. Я не смог сдержать улыбку. Что есть, то есть. С ними весело. Значит, за вас четверых можно будет не волноваться. Ну и Сережа с Сашей сами о себе позаботятся. А вот с младшими придется повозиться. Что случилось-то? Чем ты меня вчера слушал? Вожатые в город поедут. И все отряды на мне сегодня. До обеда минимум. Что вообще никого не останется. А повара. Кухня не в счет. У них своя работа. Ну а из вожатых только я остаюсь. У всех дела нашлись. Кто за тканью, кто за красками, кто за чем. Неделя до концерта, сам понимаешь. А вернуться когда? Договаривались, что после обеда. Но зная о наших, хорошо, если приедут к вечеру. Разве так можно? Ну, всем сразу. А лагерь? Нельзя, конечно. Но если очень нужно, то... Ну, ты понял. Ну, не знаю. Странно это как-то. А если что случится? Вот чтобы ничего не случилось, одна вожатая все-таки останется. Будет тут бегать, как ужаленная. А все потому, что вчера ляпнула, что ей ничего в городе не нужно. Дайте угадаю. Это вожатая? Угу. Я. И, к слову, чем меньше проблем этой вожатой будут создавать пионеры, склонные к нарушению правил, тем меньше она будет злиться вечером. Понял? Я уловил идею. Вот и молодец. Ну, умывайся и иди завтракай, а я пойду младшие отряды разбужу. Может, все-таки помочь? Не волнуйся. Мне Славя поможет. Сама удивляюсь, как ее все слушаются. Хорошая вожатая была бы. Да, я тоже Славе иногда поражаюсь. На улице было свежо. Ветер трепал верхушки сосен и пробовал сорвать зеленый флаг с мачты у нашего домика. Я быстро привел себя в порядок, почистил зубы, приоделся и в отличном настроении отправился в конец нашей улицы. Туда, где в тринадцатом... Домики меня наверняка кто-то ждет. Я замечтался, представляя, как Мико выглядывает меня из окошка. Конечно, букет цветов в коробках конфет пришлось бы кстати. Ни разу не дарил девушкам ни того, ни другого. Если не считать добровольно-принудительных поздравлений с восьмым марта в школе. Мне не терпелось убедить Мику. Еще немного и... Что будет после и... Я представляла не совсем четко. Но не сомневался, что это будет замечательно. Поцелуй? Наверняка. Обнимемся? Однозначно. А если Лена будет смотреть? Да какая разница? На полпути я сообразил, что надо дать им время привести себя в порядок. Вряд ли Мику будет рада, если я застану ее непричесанной и заспанной. Во всяком случае, не в такой момент. Убедившись, что никто не смотрит, я достал телефон и взглянул на часы. Начало девятого. До завтрака сорок минут. Подойду без пятнадцати. Будет в самый раз. В конце концов, никто не мешает нам пойти на завтрак вместе. А важный разговор устроить попозже. Чтобы занять время, я бесцельно бродил по лагерю, ежась от ветра, пока наконец-то на дисплее не высветились заветные цифры. Восемь сорок пять. Довольно и счастливо я поспешил к крайнему домику. Пригладив, эээ, пригладил волосы, постучал. Мику, вы дома? Это я. Дверь скрипнула и распахнулась. Мику, ну наконец-то! Вот только почему она молчит и на меня так смотрит? Разумеется, я не рассчитывал, хотя и надеялся, что она меня с радостным визгом повиснет на мне, повиснет у меня на шее и начнет покрывать поцелуями. Но прием был холоднее, чем я ожидал. Мику молча разглядывала меня. Не слишком похожа на поведение девушки, к которой пришел парень. Глаза Мику были покрасневшие и припухшие. Войти не пригласила, даже не улыбнулась. Просто стояла в дверях и смотрела куда-то сквозь меня. Что это с ней? Я улыбнулся, помахал ей. Привет. Завтра наступила. Я пришел. Доброе утро. Равнодушно-безразлично. Как с посторонним? Может, не выспалась? Еле дождался утра, а ты как? Плохо. До меня с опозданием стало доходить, что все идет не так. Плохо себя чувствуешь? Может, в медпункт сходим? Нет, все нормально. Ты чего хотел? Соскучился и очень хочу тебя видеть. Мы ведь вчера договорились. Я сделал паузу, подбирая слова. Поговорить кое о чем. Это вчера было. Ну, вот она я. Увидел? Мику, что с тобой? Ничего хорошего. Семен, ты мне рассказать ничего не хочешь? Ты о чем? А ты не понимаешь? Что могло ее так огорчить? Моя уборка у Ульяны? События на пляже? Нет, вряд ли. Тогда что? Пока нет. Только вижу, что ты чем-то расстроена. И кажется, из-за меня. Да, ты прав. Из-за тебя. Значит, ничего не хочешь сказать? Хочу и очень многое. Я попытался взять ее за руку, но безуспешно. Попробовала еще раз, но она аккуратно освободилась и отошла на шаг. Я попытался взять ее за руки, но... А, я потянулся следом и... Руки убери, пожалуйста. Голос ее подрагивал. Мне казалось, что она сейчас разревется. Мику, ты можешь нормально объяснить, что с тобой? Я? Я-то могу. А ты можешь объяснить, где ты был вчера вечером? И позавчера. Вчера купаться ходил. Позавчера прошел гулять перед сном. Устроил Шурика в клубе и спать лег. Вот как. И это все? Просто купался? И в бане не был? Баня? Да при чем тут баня? Да, мне вчера не спалось. Я на озеро ходил, искупался. И ни в какой бане я не был. Понятно. Купался. Мику шмыгла носом, ее губы задрожали. Она отвернулась к окну. Я подошел поближе, и ее плечи напряглись. Мику, прошу, не молчи. Я вижу, что ты плачешь, и не могу понять, почему. Пожалуйста, скажи, что случилось? Я попытался обнять ее, но она легко увернулась и влепила мне сочную оплеуху. Не больно, но очень обидно. Я отшатнулся на шаг, прижал руку к щеке и с удивлением потрогал ушибленное место. Ты случился! Ты! Она почти кричала. От неожиданности я подался назад, оказавшись за порогом. Погоди! Договаривал я в закрытую дверь. Мику, давай спокойно поговорим, прошу тебя! Из-за тонкой фанерной двери доносились слипывания и шорох. Не сейчас. Я не хочу с тобой ругаться и спокойно говорить не могу. Но я не понимаю, как ты мог? Утром со мной целовался, а потом... Она всхлипнула. В тот же день! С этой! С этой! Да что случилось-то? Ну скажи, поговори со мной. Уйди, пожалуйста. Очень тебя прошу. Ребята, как плохо! Я силой ударил рукой по деревянным ступеням. Боль слегка прочистила голову. Что я делаю? Хотя нет. Это как раз понятно. Что делать дальше? Уламывать дверь? Орать сквозь нее? Разбить стекло и открыть дверь? Лезть в окно? Брать измором, сидя под дверями? Рано или поздно она должна будет успокоиться. Да хоть поесть пойти. Или еще куда. Или Лена придет и выступит парламентером. Раздался сигнал на завтрак. Вот сейчас она появится. Мы спокойно поговорим, недоразумение развеется само по себе. Но Мику так и не вышло. Я подождал еще немного, ожидая звука открываемой двери. Да чего угодно, но время шло, а Мику сидела в доме. Я звала ее, но она молчала. Проходящие мимо пионеры поглядывали на меня, разговаривающего с закрытой дверью. Если она решила не выходить, пока я здесь, то останется голодной. Маленькая упрямица. Я постучала в двери. Мику, завтрак уже начался, я сейчас уйду. Не хочешь меня видеть? Ладно, ну сходи и поешь, хорошо? А потом нам нужно будет поговорить. Я не знаю, что случилось, но попробуем разобраться. Только не плачь. Я не могу видеть, как ты плачешь. За дверью промолчали. Ребят, мы, по-моему, влипли. Я вздохнул и пошел в сторону столовой. Умом я понимал, что нужно было сидеть и ждать, а потом хватать ее. Несмотря на сопротивление и не отпускать. Или говорить, говорить сквозь дверь, пытаясь достучаться до Мику. Умом-то я все понимал. Но моя вечная нерешительность останавливала меня. Всего полчаса назад я был уверен в том, что жизнь прекрасна. А сейчас я впервые за последнюю неделю пожалел, что вообще попал в этот лагерь. Последний раз мне было так паршиво, когда девушка, которой я так и не смог признаться, вышла замуж. И еще и дождь стал накрапывать. Я посмотрела на небо. Солнце еще светило, но облака сгущались. Словно хотели еще больше испортить настроение. Не хотелось никого видеть, поэтому я дождался, пока все поедят и разбегутся по своим делам. И лишь потом зашел в столовую. Дежурил не наш отряд, так что на меня никто не обратил внимания. Тем лучше. Сейчас мне не хотелось ни с кем разговаривать. Есть тоже не хотелось. Просто привычная рутина позволила хоть немного отвлечься от невеселых мыслей. Наталья с улыбкой положила мне большую порцию. «Семен, че ты поздно сегодня?» «Да так, случилось кое-что, опоздал. Уже приготовился сидеть с голодным до обеда. Если бы не вы». Повариха рассмеялась, выбрала. Из миски самую большую котлету и подложила мне. «Ой, тоже мне голодающий. Хочешь кушать? Приходи. Найдем что-нибудь. У нас пионеры не голодают». Я машинально оживал и смотрел, как пионеры входят и выходят из столовой. На завтраке Мику так и не появилось. Я надеялся встретить Лену. Она могла бы мне помочь, но ее тоже не было видно. Не было. Видно, завтракает с Виолой прямо в медпункте. Мику что-то такое говорила. «Семен, ты только доедай быстрее. Нам еще столы мыть. Сейчас, сейчас. Наталья, а как у вас по отчеству, кстати?» Повариха улыбнулась и покачала головой. «Ты че выдумал? Какое отчество? Мне еще рано. У меня подруга не пришла на завтрак. Задремала, наверное. Дадите мне ей порцию, я в домик отнесу. Это и с хвостиками, что на гитаре играет. Или рыжий. С хвостиками, Мику которая. А как вы догадались, что ей? А че тут такого? Вы все время вместе, а сегодня она не пришла. Сейчас сделаю тебе порцию на вынос. Спасибо. Да на здоровье. Поднос потом верни только». Наталья подождала, пока я доем. Ненавязчиво беседую обо всякой всячине. Странно, но напряжение стало постепенно слабеть. «Ничего не потеряно. Сейчас все разрешится. А вечером мы еще посмеемся над глупым недоразумением. Да, я не должен был уходить, но может быть даже лучше. Встретимся, поговорим. Я ее успокою, покормлю. С ложечки». Я представила себе, как улыбающаяся Мику говорит «Ам». И тянется губами к ложечке в моих руках. «Выглядело так мило, что я не мог сдержать улыбку. Спасибо большое. Я поднос принесу, только попозже. Хорошо?» «Хорошо. Ты давай иди, а то остынет». Ребят, чует мое сердце, что все очень плохо. Домик по-прежнему пустовал. Я постучался, потом обошел его и заглянул в окно. Но внутри никого не было. Пока я ел, Мику куда-то ушла. Лены тоже не было видно. Без понятия, что происходит. Мне кажется, что та девушка была... Ну, в смысле девушкой. То есть это не были наши выдумки какие-то. Прождав почти час, я вывалил еду кухонным котам, вернул поднос на кухню и отправился искать Мику. Я очень надеялся найти ее в клубе, но там была только Алиса. Когда я подошел, она уже выходила из помещения и собиралась запирать дверь. Алиса посмотрела на меня ласково и приверливо, словно на таракана в супе. «А-а-а, Семен, ну че приперся? Слушай, хоть ты не начинай, где Мику? Дать бы тебе в глаз, да нога болит. Ты такой тупой или такой наглый? Я вот не пойму. Алиса, меньше текста, она здесь? Нет ее. Сама думаю, куда она подевалась. А тебе зачем? С Виолой не наигрался». «Чего? Не изображай тупого и вообще. Иди в баню». «Да что они заладили про баню? Какая баня? Какая Виола? Вы о чем вообще? Та самая баня, где вы вчера резвились». Алиса отмахнулась и попыталась пройти мимо. Я ухватил ее за руку. Лапы убрал. «Ух, блин!» Алиса попыталась оттолкнуть меня, но потеряла равновесие и резко наступила на больную ногу. Лицо ее перекосило от боли, и она тихо зашипела, замахала руками и стала заваливаться на меня. Я подхватил ее за локоть. Несколько секунд мы напряженно сверлили друг друга взглядами. «Не трогай меня!» «Тихо!» Я уже почти орал на нее. «Успокойся!» «О-оу!» Я думала, что сейчас она меня ударит, но вместо этого рыжая пионерка испуганно смотрела на меня. Глаза ее были широко открыты, губы подрагивали. Мне стало очень стыдно. Пусть я и в теле подростка, но вроде как взрослый. Она кричала на школьницу. Я глубоко вздохнул. «Алиса!» «Прости, я не хотел кричать. Просто Мику с утра плакала. Я слегка на взводе. Про пощучину я решил не говорить. Пожалуйста, расскажи мне, что случилось? Почему она плачет? За что ты злишься? И при чем тут Виола и Баня?» Она стряхнула мою руку, тяжело привалилась к косяку, щадя ногу. Нижняя губа прикушена. Видно, ей было очень больно. «Нет, это ты мне лучше расскажи, почему ты с Виолой в бане вчера был?» Очень захотелось снова заорать на нее, но вместо этого я попытался говорить тихо и спокойно. Мне нужно было знать, что происходит. Меня. Там. Не было. Калисе быстро возвращался ее гонор. «Ну да. Ты крепко спал, просто решил, что под кроватью удобнее. В постели тебя не было. Мы смотрели». «Нет, я на пляже был». «Ага, именно вчера. Ночью. Я один, конечно». «Один». «Ну ты и гад. Врешь и не краснеешь. А я уже решила, что ты ничего, а нормальный». «Да не вру я». «Ладно, ну тогда объясни мне вот это». «Рубашка наша, ребята». Она прошла, прихрамывая в клуб, вернулась с белой тряпкой, швырнула мне в руки. Я развернул неожиданный презент. Тряпка оказалась форменной рубашкой. «Все белые рубашки похожи одна на другую, но это было аккуратно зашито на рукаве. Светло-серые нитки и аккуратный треугольный клинушек в том месте, где ткань порвалась по живому». «У тебя это... рубашка. Прости, пожалуйста, я слишком сильно дернула, когда ты убежать хотел. И вот порвалась». «Мамочки, ребята, вот это попадалось!» «Смотри, хорошо?» «Потрясающе, будто так и было. Спасибо тебе большое». «Пожалуйста, извини, только белых ниток не было. Я светло-серыми зашила. Если изнутри смотреть, то видно будет. Ничего? Или я завтра в кройке и шитье возьму белые? Просто хотела побыстрее, а получилось...» «Мамочки, ребята...» Вся спина рубахи была густо покрыта ярко-красными отпечатками накрашенных губ. Я прислонился к стене клуба. «Приехали». «Скажешь, не твоя, моя. Только...» «Конечно, ее украли с веревки, правда? Чтоб тебя подставить». Это Шурик был в моей рубашке. Точнее, видимо, уже без нее. Откуда помада, не знаю. «Шурик?» Алиса уставилась на меня, словно на идиота. «Этот ботаник очкастый?» «Да, они с Виолой...» «Ну, вроде как того». «Ага, Шурик и Виола. А если их спросить, то, конечно, будут отказываться». «Еще Лена меня видела». «Ты знаешь, что мы не общаемся?» «Специально выбрал. Не буду я с ней разговаривать». Я подошел к ней вплотную и заглянул в глаза. Вдруг промелькнула мысль. «А не дать ли ей плеуху?» Чтобы добиться ответа. Легкость, с которой я об этом подумал, пугала. «Слишком много переживаний за одно утро. Нужно успокоиться». «Алиса. Мику плачет потому, что кто-то увидел зашитую рубашку и сочинил целую историю. Так что меня не волнует, кто там с кем не разговаривает. Мне надо ее найти и успокоить. И ты мне поможешь. Поняла?» Алиса набрала побольше воздуха, и я приготовился к потоку брони и упреков. Но она как-то сразу сникла и негромко проворчала, глядя в пол. «Я что ли виновата? Думаешь, это я?» «Она сама нашла и сама все придумала. Я ей слезы весь вечер вытирала. Между прочим, еле-еле убедила ее не сходить с ума, а поговорить с тобой. Она же совсем голову от тебя потеряла. А ты? Ты еще и с кем? С этой? С этой? Да не сделал я ничего, говорю тебе. Тут в наш разговор вмешался третий участник. Он не врет. Ульяна незаметно подошла к нам и теперь слушала, как мы спорим. Алиса удивленно посмотрела на нее. «А ты откуда знаешь?» «Виола с Шуриком. Ну, в общем, они... Я видела их вместе. Вчера». «Ты что, его выгораживаешь?» Ульяна вздохнула, покачала головой. «Алиса, ну не будь дурой. Я тебе говорю, что видела. Чего бы я врала ради Сеньки? Хватит бухтеть. Ты давай по делу расскажи ему, что видела». Алиса сникла, а потом, смущаясь, стала рассказывать мне, что случилось. На основную идею я уже уловил. Остались детали. Мы в баню последними пришли, чтобы никто не мешал. Я Славке сказала, что нога болит, и что ее нужно хорошо попарить. Ну и выпросила на нее ключи на вечер. «Мику, ну хватит уже. Все уши прожужжала Семен». «О, Семен, все, пошли уже». «Пошли, а то я сейчас засну». «Алиса, а почему мы так поздно?» «Потому что...» «Пока все искупались, пока там полы помыли, пока Славю нашли, ключи выпросила. Сегодня не наша же очередь баней пользоваться». «Ну ладно. А то, знаешь, я вашу русскую баню с вениками очень люблю. Она такая классная. А то у нас Японии не совсем другие. Там просто сидишь в горячей воде, и никаких веников нет. Зато есть...» «Угу, понятно». «А потом дают специальную банную юкату. Это халат такой, и...» «Ой, слышишь, кто-то стонет». «Да ладно, кому стонать-то?» «Ну, жарко ведь. Может, кто-то кому-то в жару... Жару кто-то плохо переносит. Всем... Всем...» «Вот плохо и стало». «Тогда надо медсестру позвать, а то ведь я оказываю первую помощь не умею. Только при царапинах. Подорожник приложить могу, пластырь наклеить или зеленкой еще что-то намазать. Но этого же недостаточно, да? Вот Лена умеет больше, но она спит, наверное. Или опять с книжкой ушла». «Все-все-все, я поняла. Ты сходи глянь, что там, а то у меня нога болит. Туда-сюда бегать». «Ой, плохо дело». «Плохо-плохо-плохо дело, ребят». «Ой, Алис, там такое!» «Какое еще такое?» «Пойдем отсюда. Там занято». «Да? Я живо освобожу». «Кто там?» «Там...» «Да говори уже по-человечески». «Там...» 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 «Тарарам...» «Ладно, стой здесь, я гляну». Подошла я к бане, а там действительно стоны и всхлипы возится кто-то. Я в парную заглядываю, вижу виолу на полке. И... И... Ну, не одна она. Алиса смущенно замолчала, покраснела, как помидор, и вздохнула. «Вот она что. Ночь, баня, всхлипы и стоны. Представляю, что она там увидела. С мужчиной». «Да, я сначала подумала, что это вожатый. А почему именно вожатый? Так форма в предбаннике лежала. Мужская. Головы не видно, он ей... Головы не видно, он ей... Ну, там, короче, между ногами и головой. Гадость какая! А она стонет, будто рожать собралась. Позже, люди! Какой кошмар! И это в пионерлагере-то! Хорошо, я понял. А почему ты решила, что это я? Это Мико решила. Почему? Детство у меня в... голове заиграло. У нас с собой помада была. Мы решили наставить ему поцелуев на рубашке. Думали, и сразу заметит. Темно ведь, а придет в вожатскую. Другие вожатые увидят, смех убудет. Ульяна фыркнула. Моя школа. Помаду? А зачем вам в бане помада? Да не в бане. Мы с Микой учились губы красить. Она и принесла. Учились красить губы? Я представила себе накрашенную Алису и не смог не улыбнуться. Да, учились. Блин, да не перебивай. Мику хотела сегодня красивой быть. Перед одним занудой. Было бы перед кем. Не начинай. Так что дальше-то было. Дальше я рубашку взяла, губы накрасила, поставила несколько отпечатков. Мику тоже взяла, к лицу поднесла, а потом как ухнет, и к парной. Стоит, разглядывает, разглядеть чего-то пытается. Мику, что такое? Алиса? Алиса! Ты чего? Куда ты меня тянешь? Я не хочу в баню. Пошли отсюда, пожалуйста. Да, эти двое тут на... Тут точно надолго. А, нет. Чё... Чё вытворяют, а? Никогда такого не видела. А стонут как. Может, подождём, посмотрим, с кем она там. Замолчи. Чего, интересно ведь. А ты чё такая кислая? Всё нормально. Давай уйдём. Мику, ты же сама в баню хотела. Больше не хочу. Ничего не хочу. Идём. Странная ты какая-то. Хочу, не хочу. Ну, идём. Мику, стой. Вот же твой домик. Куда ты пошла? Алиса. Алиса, мне надо одну вещь посмотреть. Можешь со мной сходить? Мне страшно одной. Да что с тобой такое? Ну, давай. Куда мы? Тут рядом. Что? На Семёна перед сном решила посмотреть? А меня зачем потянула? Совсем с ума сошла. Подожди меня здесь. О, вот почему дверь была приоткрыта. Ребята, плохо дело. Алиса. Ээээ, ты чего ревёшь? Чё такое-то? Это его рубашка, понимаешь? Его рубашка. Семёна, что ли? Да. Его в домике нет? Нету. Это он в бане с ней. И рубашка его. Почему? Ну, почему так? Почему? Да погоди ты рыдать. Может, он в туалет ушёл. Садись, подождём. Ох, как всё плохо, ребятки. И сели, стали ждать, а тебя нет и нет. Мику всё время плакала. Совсем плохая стала. Ну, а потом уже на пути рассказала, что раньше видела вас с Виолой поздно вечером. Но сомневалась, ты ли это был. А тут твоя рубашка. Тебя в домике нет. Одно к одному. Ну, и дальше что? Что, что? Я её до домика довела. Ленке с рук на руки... С рук на руки стала. Сказал мне... Сказал не спрашивать ни о чём. Рубашку забрала. Хотела тебе утром допрос устроить. Ну, а сегодня, вижу, Мику на завтрак не пришла. На репетицию тоже. И ты заявился, кричишь тут. На девочку-то. Я сел прямо на пол. Было смешно и грустно одновременно. Череда дурацких совпадений. Ну, Шурик... Ну, развратник четырёхглазый. Алиса села рядом. Поверила она мне или нет, но напряжение спало. Так это правда он был? Дошло, наконец. Туго соображаешь. Тоже решила на басухе учиться. Эй! У тебя тут девушка в слезах где-то в лагере, а ты шутки шутишь? Алиса отклыла мне локтём в бок. Я отмахнулся. Это от облегчения. Я думала, что её чем-то обидел. Осталось только Мику найти. Мне сегодня надо сказать кое-что. Очень важное. Подожди. А во вторник с Виолой ты всё равно был. Почему? Они с Шуриком у нас в клубе. Ну, это на матрасах, в общем. А я их нечаянно застал. Ну и проводил её до домика. Ночь ведь. Что? На наших матрасах? Я же на них сижу. Фуууу. Я встал на ноги. Помог, кстати, Алисе. Ульяна сидела на скамейке у дверей и тискала кота. Ладно. Жен-совет. Ставьте чайник. Сейчас я найду Мику. Мы помиримся. Все вместе попьём чайку. А может, ещё и порепетировать успеем. А где она сейчас? Вопрос по делу. Я не знаю. И как ты мириться собрался, если не знаешь, где Мику? Я надеялся, что она здесь. Дома её точно нет. Я завтрак приносил там пусто. Где она вообще может быть? Где угодно. Беги ищи. Потом все втроём будем уговаривать простить тебя. Да, Лис? Угу. За что простить? За всё. За то, что ты с девушками никогда не общался. Пень геловый. Сначала извиняться надо, а потом уже выяснять, виноват ты или нет. Тогда сиди здесь и жди. Если придёт, забри до моего прихода. Будет сопротивляться? Вяжи. Алиса ошалела и уставилась на меня. Ты серьёзно? Нет, конечно, ты что? Просто не выпускаешь с клуба. Да ну тебя. Ульяна, идём со мной, поможешь мне искать. Ульяна одним прыжком перепрыгнула ступеньки веранды. Да не вопрос. Если она в лагере, то найдём. Я внучка-разведчика или где. Ну, хоть кому-то вернулось хорошее настроение. Я уже уходил, когда Алиса окликнула меня. Семён! Да? Голос её звучал грустно и виновата. Ты прости меня, что гадости наговорила, ладно? Я за Мику переживала. Она такая доверчивая. Я привыкла её в школе опекать. Вот на тебя и отвязалась. Алиса вздохнула. Забыли. Конечно, следователь из тебя вышел так себе. Ну, подруга хорошая. Спасибо. Ульяна подбежала и потащила меня за руку. Эй, Семён, хватит болтовни. Давай за мной. Ульяна уже направилась в сторону ворот. Я поспешил в догонку. Я даже не представляю, где Мику. Мне кажется, она может быть на берегу, хотя... Вместе с Ульяной мы осмотрели весь лагерь. Заглянули даже в библиотечный погреб и сарай на лодочной станции. Время шло, на душе было всё неспокойнее. Кое-кто встречал Мику уже после завтрака, но никто не знал, где она сейчас. Ульяна запыхалась, да и с меня под Катилградом. Наконец, она виновата посмотрела на меня. Всё, Сенька. Не знаю я больше мест. Ещё проверю женский туалет и раздевалки. Девчонок расспрошу, может, кто видел. Я тут в младших отрядах кое-кого озадачила. Если увидят, дадут знать. Целая агентурная сеть. А они не забудут. Ты меня недооцениваешь. Я сказала, что это играю в разведчиков. А кто первым найдёт, тому десять конфет и поцелую в щёчку. Кстати, конфет из тебя у меня нет. Вот, какие жертвы. Что бы я без тебя делал? Спасибо. Что делал? Скучал бы. Это точно. Но ни скалопендры в тарелке, ни ловушек на дороге. Котлеты никто не крадёт. Ты мне эту котлету до конца смены будешь вспоминать? Ладно, где же спрятаться могла? Не знаю, идея есть? Есть одна, но она мне не нравится. Может, в старом лагере, слушайте. Не будем об этом пока. А что Лена говорит? А я её не видел. Ульяна покрутила пальцем у виска. Мы тут бегаем, а ты соседку не спросил? Ну, чего стоим, кого ждём? Поговори с ней, может быть, она что знает. Ох, капец какой. На востоке небо всё больше и больше темнело, словно кто-то плеснул в него хорошую бочку чернил. Пару раз срывались мелкие капли, словно дождь сомневался, начинаться или не стоит. Ветер крепчал, флаги на площади уже не просто развивались, а дрожали и прорывались улететь. Я мимолетно удивился. Подсознательно я привык считать лагерь неким идеальным местом, где все пионеры идеально красивы. Погода чудесная, а самая страшная неприятность – скука. Ох, друзья мои, я думаю, что нам пришло время сделать перерывчик. В общем, вы видите, ситуация вышла из-под контроля, и что делать дальше, я, честно говоря, не знаю, где Мику. Мне кажется, она может быть в старом лагере. Пишите ваши предположения в комментариях, и, конечно же, ждите новую серию. Не забывайте поддерживать ролик лайком, подписывайтесь на канал, на колокольчик нажимайте, чтобы получать уведомления. Увидимся хоро... Да, увидимся очень скоро. Хорошего вам... У нас уже получается такое сплетение. Увидимся, хорошего настроения. Увидимся очень-очень скоро. Хорошего вам настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok